Всем привет! Вы на канале Мурмял и сегодня мы играем в седьмую серию Человек-паук. Кому интересно, усаживайся поудобнее и поехали смотреть. Так, там задание у нас добраться до квартиры MJ. Полетели, конечно, далековато лететь, но я думаю, сейчас мы быстренько справимся. Тут какая-то станция, давай попробуем выполнить тут задание, потом уже основное пойдем. Пегас, Гринвич, ух ты, обнаружена научная станция, ну давай зайдем. Что тут нам за задание будет сегодня? Угу. Химическое оружие надо будет уничтожить. Сейчас будем искать. Так, Пит, тут будь осторожней. Эта станция улавливает опасные химикаты. Ну, если точнее, она нужна для того, чтобы избавиться от них, если они когда-либо появятся. Кхм-кхм. Чего, я надеюсь, не случится. Черт. Кто-то вломился и выкрал нестабильное ракетное топливо. И, похоже, они разбили контейнер. Тут следы утечки. Судя по записям с камер охраны, они только что ушли. Надо вернуть топливо. Мои паукоботы еще в разработке, но это подходящий момент для теста. Их сенсоры уловят след химикатов. Лучше так, чем прыгнуть на вора сверху. Если он испугается и уронит гидрозин, взрывом смететет квартал. Мне нужен тихий уголок, откуда я смогу управлять выпущенным паукоботом. Да, без проблем. Полетели использовать паукобота. Как раз потестируем его. Посмотрим, что это за новиночка у нас появилась. Я думаю, это будет очень интересно. Вот тут где-то можно его будет запустить. А ну, пробуем. Так, малыш, ищи вытекшие химикаты и осторожно собирай их, пока кто-нибудь не отравился. Да, это вообще легко. Смотрите. Постепенно, постепенно эти зеленые тучки собираем. Главное, чтобы люди... Так, малыш, и соберет химикаты и приведет меня к вору. Да-да-да. Главное, чтобы люди наши не заметили этого малыша и не забрали себе. А еще голуби есть, которые тоже могут подловить его и забрать с собой в инезду. Так, аккуратненько. Что мы уже так много этих химикатов нашли? Вор прячется в толпе. Разгоню их инфразвуком. Никого не покалечит, но раздражает на ура. Ну и что? А где вор? Вроде бы толпу разогнали, никого нету. Ну да, смотрите, больше... Никого нету. Все, полетели дальше. Хорошо, что эта штука вредна только при длительном контакте. Ну или взрыве. Так, дальше нас за собой эта тучка зеленая зовет. Постепенно, постепенно. Сейчас и мы, и ворон, идем. А если... Вряд ли. Тут тоже, вроде бы, чисто вора нету. Я думаю, он бы как-то отозвался, начал бы убегать или еще хуже что-то бы сделал. Ага, вот сюда, дальше дорога. Да, много мы уже пробежали, очень много. Химикатов тут очень много разбросано, конечно. О, еще одно. Да, 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 смотрите, вот как раз и вор. Ай, что так не попадаешь? Ого, вот это мы его сбили. А теперь вернем топливо. Есть. Теперь верну топливо на станцию. Прицепили этого человека к лавочке. Придумать бы, как делать их подешевле, цены бы им не было. Бедная женщина, которая там сидела, конечно. Да. Прикольное задание было. Так, возвращаем его обратно на станцию. Так, идем по адресу, пройдем. Какую-то тут загадочку мы должны разгадать. Ну, задание называется «Загадка. Пройдите по адресу». Проходим. Привет, паук. Все чаще вспоминаю о тебе. Нам было хорошо вместе, правда? Может, вновь разжечь эту страсть? Черная кошка. Неужели она вышла на поиски добычи? Она же обещала начать новую жизнь. А ну, смотрим, что тут за камера. Что ей тут приглянулось? Ого. Что вызывает подозрения? Ага, мы что-то должны тут найти. Что-то, что-то странное. Она хочет, чтобы я что-то нашел. Но что? Так, мы еще можем увеличить, уменьшать масштабы. Ух ты, мы даже в окна можем заглядывать. Да, правда, в окнах картинка практически одна и та же. Хотя, я скажу, смотрите, очень разные даже окна. Где-то мебель видно, где-то даже грязь на окнах. Должен быть какой-то ключ. Что это? Вот. Один из ее котов. Она встраивает в них усилители сигнала для перехвата радиочастот. Пусть Юри заберет его. Ну, все. Ага, смотрите, по городу появилась куча новых заданий с этой черной кошкой. Теперь мы можем их как побочные выполнять. А костюмы снаряжения черной кошки все еще под замком, да? Наверное. А что, она вернулась? Похоже. Просто проверь и дай мне знать, на месте ли ее барахло. Так, полетели к основному заданию. Будем тут уже наконец-то делать. Вернемся к тетушке Мэй. Посмотрим, что у нас там находится в нашем центре. Ужас. Я не спал с самого задержания Фиска. Пора бы мне начать о себе заботиться. Все, побежали. Куда тут нас опять на второй этаж зовет задание. Ага, тут мы не поднимемся. Надо оббегать по лестнице. Как всегда, тут полно людей в этом здании. Конечно, уже, в принципе, вечер. Они уже, наверное, собрались на ночевку. Так, и куда это нас зовут? Ого, это далеко. Прямо оббегать надо. Мы тут еще, наверное, в этой половине здания не были точно. Хотя вот, смотрите, была лестница. Можно было бы сюда пойти. Все, Мэй, удобный диван. Ага, это кабинет тетушки Мэй. Фотография, наверное, с той самой тетушкой, пока я была маленькая. А вот и самый диван удобный. Я не могу их взять. Можешь и возьмешь. Я все отдам. Скоро. Учись просить о помощи. Ох, ты так похож на Бена. Спрячь эту паркеровскую гордость и признай, что ты тоже человек. Как и все мы. Мартин. Простите, что помешал. Просто хотел сказать, мне нужно уехать из города. Ты за главную. Ну, мне же не впервой. Долго тебя не будет. Я пока не знаю. Все в порядке? Одно личное дело, которое я давно задумал. Но позаботьтесь об этом месте. Оно представляет мою светлую сторону. Что ж, пожалуй, займусь делом. Надеюсь, мистер Ли здоров. Все, теперь нам надо на выход. Алло. Привет. Видел статью? Ага. Роби, наверное, в полном восторге. Да, они все говорят. И прикинь, мэр Осборн только что объявил, что сегодня днем вручит офицеру Дэвису награду. Ого. Постой. После этого пройдет митинг Осборн... А, мне все понятно. Ага, нам тоже. Но все равно я рада за офицера Дэвиса и его семью. Я буду там как репортер. Составишь компанию? Да, конечно. Увидимся. Так, это задание мы прошли. В принципе, мы получили ценную информацию. Как унизительно брать деньги Мэй. Надо бы отправиться в город и попытаться заплатить вперед. О, смотрите, кода тут рядышком. Побочное задание. А ну. Ты голодный? Помощь Говарду. Говард, давно не виделись. Как дела у Пиджи? Грустит немного. Тоскует по братишкам. Для нас обоих это было как гром среди ясного неба. Владельцы здания решили отдать помещение под офисы. И нам пришлось переехать в пир. Печально. Нью-Йоркские арендодатели бывают бессердечны. Когда меня выселяли, всех моих птиц выпустили на волю. Вернулся только Пиджи. Я как мог пытался найти остальных, но моя нога, сам понимаешь. Знаешь что, я же здесь бываю. Ага, смотрите, еще одно задание побочное с голубями теперь. То мы будем искать черных кошечек, теперь мы еще и голубей должны отлавливать. Хорошо, будет возможность, будем выполнять по дорожке. А пока давайте тут рядом перейдем, портфель заберем, потому что рюкзачки тоже надо собирать. А ну давай, быстрый переход. А, пока недоступен. Вы это сделаете? О, спасибо. Если чего-нибудь добьетесь, позвоните мне. Так, ну хорошо. Теперь давай точно куда-то перейдем. Давай, наверное, черную кошку соберем рядом. За рюкзаками мы можем в любой момент пойти. Интересно с этими черными кошечками теперь разобраться. Так, а ну давай. Где же эта кошечка спряталась? А ну показывайте. Где? Я не вижу. Ага, вот ты где. Зачем тебе эта Фелиция? Ты же знаешь, что я поймаю тебя. Так, ну в принципе с кошечками интересно и легко, я скажу вам. Очень даже. Эй, Джек. Поздравляю с сегодняшней церемонией. Скорее бы это закончилось. Выступать на публике страшнее, чем грузовик полный демонов. Но я звоню не поэтому. А почему? Я узнал, что демоны планируют заявиться на стройку фитка в центре города. Жена убьет меня, если я сорву церемонию, чтобы погоняться за бандитами. Но может дружелюбный сосед-напарник поможет мне? Понял. Я проверю и дам знать, что найду. И еще. Совет насчет публичных выступлений. Представь, что они все в одних трусах. Ну, кроме Осборна. А, лучше забудь. Все, пошли к заданиям. Консолидейте джиппинг. Джефф, я здесь. Что ты видишь? Найти всех и всех убить. Похоже, демоны входят на территорию Фиска. Точно справишься? Справлюсь. Ого, а что они тут устроили из-за перестрелки? Что всех рабочих убивают, смотрите, стягивают в одно место. Так, ну давайте мы с вами, ребятки, разберемся. Угу, парабаеньки, барам. Будем постепенно сначала, наверное, как всегда у нас по классике, тихо будем выносить их. А потом, когда нас уже заметят, тогда мы, конечно, уже разнесем их всех по полной. Так. Минус два уже. Ага, тут какие-то стоят обозленные, смотрите. Что ж там он ищет? Давай вот лечем. А, вот тут под спиной ходит. Держи. Постепенно отключаем их всех. Вот эту троицу бы разогнать как-то. Куда-то их бы отлечь. Мм. Ай, все, наверное, уже все. А не, пока, смотрите, не заметили. Вообще. Все, теперь уже заметили меня. Уже перестрелка полная идет. Давайте уничтожать их. Немножко не вовремя кран, конечно, потянули. Так бы им по голове хорошо бы краном сделали. Ну, с крана мы только бы одного смогли убить. А тут разогнали сразу троих. Так, а что тут дальше? Какая тут дальше дорога ведет? Какой-то, я не знаю, шахту или что это? А, это не шахта. Вы взяли, что хотели. Так зачем нас убивать? Территория теперь наша. Ни за что. Надо спасти. Ага, тревогу поднимает. Ну, тихо, и мы боевых точно не убили тут, потому что они уже бы готовились этого работника последнего добить. Вовремя паук пришел, конечно, жалко остальных. Ну, постепенно, постепенно будем выносить. Эй, Вилли. Ты? Классный комбез. Стройнит. Не лезь в мои дела. Стой, демоны. Кто у них главный? Спаси моих людей, и может я скажу. Спасать одних плохих парней, и от других плохих парней. Вот этого я не ожидал. Ну да, тут вообще такие задания нам дали. Смотрите, людей Фиска спасти от этих демонов. Это вообще... Поначалу мы просто убивали этих людей Фиска. Теперь уже... Все развернулось вообще в другую сторону. Но эти демоны оказались еще хуже и опаснее для нас, чем эти Фиска. Бандиты. А тут их очень много, я смотрю. Прям очень. Смотрите, они прям разбросаны по всей стройке. И помимо этого еще какой-то вертолет летает. Я не могу понять, конечно, с кем этот вертолет. С демонами или с людьми Фиска. Ну да, ну да. Будет видно. Смотрите, еще одного рабочего спасли. Лучше полетаю. А что он так замер? Непонятно. Так. Очередные демоны. Еще тут. Ну их в принципе на одном объекте очень мало. Их под 3-4. Ну максимум 5 человек стоит. Иногда бывает, да, вот такие подмоги выбивают. А так разобраться с ними в принципе легко. Ага. Возмущаются, что не бывает правосудий без казни. Но мы им казнь свою устроим. Ух ты. Ну это прям супер удары. Мне, конечно, нравится. Когда у нас концентрация полная, мы можем наносить супер удары. Мы можем использовать супер силу нашего костюма. Каждый раз с костюмом меняется супер сила. В принципе, можно оставлять старую. И так же самое мы можем лечиться. Так. Ну в этой стороне в принципе мы зачистили. Тут сверху смотрите. Надо быстро найти выживших. Да сейчас идем, идем же. Постепенно, все постепенно. А тут их прям целая куча находится. Ого, такой активный. Смотрите, резкий подбежал. Главное, рабочих спасти, чтобы они остались живыми. Держи. Ого, вот это вот громело упало. Как он так упал и не разбил вот это железное перекрытие? Их можно было же спокойно пробить. Тем более он с какой-то силой в руках упал. Ну, кстати, довольно-таки быстро мы его уложили. Очень быстро, смотрите. Обычно мы с такими громилами очень долго играемся. А тут? На раз-два. Все. Почти добили. А теперь точно добили. Так, сверху еще где-то остается одна. Ага, вот там организация. А может и не одна, может еще где-то будет. Давайте сначала тут разберемся. И тут очень много, я смотрю, постройки разбросано. Прям безумно. И на каждой, получается, объекте, таком небольшом, находится по одному рабочему. Почему так, непонятно. Порядок. Тут порядок. Ага, вот еще есть. Я думаю, это уже точно последняя. Кучка такая. Ну, давай, скидывай его с этой стройки. И в принципе все. Или еще где-то повыбегают. Ну, действительно, нельзя прямиком сказать. Снова привет. Снова привет. Чтоб тебя. Чтоб тебя. Нет-нет-нет-нет! Так, прыжок. Где-то, конечно, они наделали беды с этим краном. Это ж надо было потянуть за собой на этом вертолете тот вагончик, чтобы он сбил кран. И вот это вот теперь через полгорода это все летело. И куча людей могут пострадать. Прям и дома, и люди, конечно, страшно, опасно. Все, остановили. Получилось. Да, у них там сообщение с этим вертолетом, а мы тут его пытаемся остановить. Это не чугунный шар, это какой-то вагончик. Ургончик. О-о-о, конечно, опасно. Опасно так провалилась крыша в эти офисы или что тут, кафешка какая-то, какие-то рабочие места. И мы должны все остановить. Сколько, конечно, людей могло пострадать. Так, ну хорошо, что тут никого и не было. Так. Мне придется просить вас посадить вертолет, Сэр. Ага. Мы должны вовремя его убить. О, ты куда нас кину? Обратно. Я так понимаю, мы его скинуть с вертолета должны. Ага, вырубить двигатель. Вырубаем. Я думала разобраться с этим демоном. Минус один движок. Второй нет. Остановить вертолет и, получается, этим все закончить эти все приключения. Давай второй. Выспеешь? Ну. Руку привязали. Надо вырубить второй дегресс. Вырубили. Нужен план. Срочно нужен план. Так, тормозим вертолет. Наверное, это план. Давай, Пит, ты сможешь. Ты сможешь, сможешь, сможешь. Хорошо. Остановили. Вовремя. Прямо секундочку, секундочку. Пит, не подведи. А ну. Давай, 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 давай. Да, получилось. Смотрите, остановили вертолет прямо на грани приближения к земле. Маски просто чума. Где вы их берете? Ой, вставленный! Класс, спасибо! А у них есть веб-сайт? Есть! Оп! Эй, Юри. Я поймал негодяев, но... Что оно? Лучше захватить с собой лестницу. Эй, Майлз! Ха, фанат! О, черт, я опоздал. Ты идешь? Нет, мне пора в ратушу на папину церемонию. А, да. Передай ему привет. Вот это вот было насыщенное задание. Давай посмотрим по костюмчикам. Тут какие-то новиночки у нас есть. Пауча-бомба, тайная война. О, давай в таком. В таком мы еще не были. Прикольный костюмчик. Привет, Говард. Кажется, я нашел одного из братишек Пиджи. Дымчатый сизый, в крапинку. Только что испачкал мне костюмчик. Вот выход на сцену. Мы будем напротив. Похоже, там целая толпа народу. Ты справишься, милый. В последний раз я держал речь старшеклассникам. Мисс Стейнберг влепила мне тройку. Вот бы мисс Стейнберг была здесь сейчас. Пап, все получится. Ты же спас Человека-паука, что автоматически делает тебя супергероем. Супергероем? Нет, просто я тот, кто не сдается. Идем, милый. Добро пожаловать. Прежде чем передать слово мэру Осборну, я бы хотел кое-что сказать. Ну? Я думаю, война банд наконец закончилась. Что? Совсем-совсем? Конечно, еще осталось несколько вопросов, но... Вопросов? Ну, там был один грузовик, принадлежит компании Consolidated Shipping. Что-то тут не так, но не знаю, что. Может, выберемся потом на кофе? Попробуем выяснить. Да? Что ж, спасибо, Джим. Я бы не смог сказать лучше, но рискну. Мы все знаем, что офицер Дэвис является героем. Но вместо кофе мы могли бы поужинать. Я могу прийти и приготовить. Или же, знаешь, мы могли бы встретиться на нейтральной территории и поесть нормальную еду, сваренную поварами. За его выдающуюся отвагу, за сохранение жизни граждан, я с радостью награждаю офицера Джефферсона Дэвиса медалью за мужество. Вам звонок, сэр. Я сейчас немного занят, Джим. Сэр, это срочно. Ладно. Мои поздравления. Спасибо, мистер Мэр. Это честь для меня и моей семьи. Моей жены Рио и сыны Майлза. Без их поддержки я бы ничего не достиг. Да? Я много лет работал ради этого. Кто это? В ближайшие дни твоя компания, твой город и все, что тебе дорого, будут уничтожены. Люди будут молить тебя о помощи, но ты не сможешь их спасти. Послушай, дебил, я получаю такие угрозы дважды на дню. Почему бы не стать смелее и не сказать, чего тебе? Чтобы ты страдал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Баб! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ложись! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Майлз! 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 Ты живой? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Майлз! 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 Питер! Давай, Питер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Майлз! Держись. Не здесь только. Держись. О, слава богу. Слышишь меня, малыш? Ты меня слышишь? Питер, если слышишь, сожми мою руку. Жди здесь, а я пойду искать папу. Питер, Питер, очнись. Давай, скажи что-нибудь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ух ты, теперь мы играем за другого парнишку, за этого Майлза. Конечно, ужасно все случилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот взрыв, куча погибших людей, куча вот этого всего загоревшего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще и падает все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо как-то обойти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай попробуем. Я думаю, мы найдем ход. Перепрыгивать можно? Отлично. Только тут опасно. Тут очень опасно. В любой момент все может обвалиться. Ты еще и под машиной ползешь, которая шатается. Ого-го-го. Рисковый парнишка, рисковый. Так, ну тут проход дальше завален. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скорей! Думай. Скользит! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держу! все побежали дальше я думаю ты успеешь папе что не вижу дальше прохода а вот наверх можно залезть отлично сделано в принципе как у лари кровь помните тоже были серии когда место где можно завозить так вот немножко белым помечено это будешь понимать что туда надо залазить только теперь слезешь там конечно ужасно там самый эпицентр вот демоны приехали что всех людей там расстрелять хотят да смотрите не всех разгоняют убивают туда пройдешь сюда давай потихонечку будем где-то окольными путями проходить стараться боже на глазах убили это ужас тут кто-то выпал конечно так смело вылез этим демоном пока они еще не ушли отсюда убирать свой прожектор тут я точно не пройду значит мне эту сторону пробежали пока не видеть надо пробегать опять коробка немножко коробку задели это плохо потому что они на эту коробку могут прийти на этот звук и потом произойти у такой вот со мной я не хочу чтобы меня расстреляли так что надо действовать как можно быстрее все конечно горит ужасно успеем и не успеем я думаю конечно бесполезно туда было идти но ради своего спокойствия он должен прийти увидеть что папа к сожалению погиб ну все ты живых тут не видишь уходи давай папа был там надо ему помочь я вижу 17 метров нам осталось давай ну все он развернулся я думаю можно уже лезть туда давай тут стеночкой под стеночку а смотрите быстро назад развернулся хорошо что он сюда не идет сейчас дождемся когда он отвернется и побежали я думаю все надо идти вот нам пора сейчас папа 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 нет очнись 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 представитель Мои соболезнования. Мы знакомы? Я Питер Паркер. Я был у Ратуши, когда... Слушай, понимаю, ты меня не знаешь, но... Просто хотел сказать... Я знаю, каково тебе. А... Ты ведь это хотел сказать, да? Или... Со временем станет полегче. Или, знаешь... Таков... Таков замысел божий. Прости, я просто пытался... Пытался помочь. Ну да. Я прошу прощения. Не знаю, что мне делать с ним. Все, вот такое вот мы задание прошли. Не очень, я вам скажу, приятно. Возьмите. Привет, это я. Привет. Что ты хотел? Слушай, я давно тебя знаю. И знаю, что тебе нужно отдохнуть. А что полиция? Они уже подбираются к Ли? Они его даже не ищут. Даже Юри мне не верит. Значит, мы должны найти его. Я тут немного поискала. Заберись по этому адресу. Мартин Ли в прошлом году скупил акции центра переработки. Что-то случилось? Нет, нет. Я просто хочу поблагодарить тебя. Ты спас мою дочь от грабителей. А это когда было? Только что. Ты, наверное, такую уже и не запоминаешь. У театра на углу 126-й Пауэлл она только что звонила. Ну да, простите. Всегда пожалуйста. Я рад, что смог ей помочь. Смотрите, какое-то мы взяли побочное задание. А тут нашего Паука благодарят, что он сделал какую-то помощь, спас девочку. Теперь дальше, смотрите, 300 метров до следующего задания. Что там будет? Это что, какой-то Денис Урка или что? Я не могу понять. Или он забыл, что он какую-то помощь делал? Или это его с кем-то путают? Ну. В этом городе один человек один. Больше Человека-паука никакого я не видела. Надо выяснить, что тут было. Так, какие-то бандиты мертвы. Или жабы. Они живы. Значит, этот кто-то не переступает черту. Уже хорошо. Ну, давай к полицейскому подойдем. Прости, я все пропустил. Спасибо, что присмотрел за ней, паучок. Ты уже вернулся? Я думала, ты помчался на пожар. Ну да. Как раз направляюсь. А где он был? Напомни. Ты поскакал в ту сторону. На юг. Спасибо. Не сориентировался. Смотрите, эта девушка, тоже мы с ней поговорили. Она говорит, что я побежала какой-то на юг или на север. Но это не важно. в другую сторону. А я опять-таки этого не помню. Значит... Тут что-то реально случилось. А тут появился новый паук. Тут явно был пожар, но его быстро потушили. Он шел по пожарной лестнице, значит, паутину пускать не умеет. Ага. Эй, паучок, зачем тебе огнетушитель? Огнетушитель? А где он его оставил? Так. Вот тут сам огнетушитель. Он использовал огнетушитель. Какое вещество используется в нем? Так, опять нам дали такие спектры. Мы должны подобрать, найти вещество, которое используется в этом огнетушителе. Так, попробуем составить. Нет, это не подходит. А это идеально. Все, один спектр составили. Остается два. В принципе, последний должен быть легенький. С первым, я думаю, мы еще поиграемся. Так. А ну. Давай попробуем, попробуем так. Отлично. Подошел. первым. И теперь первым. Так, 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 так. Я думаю, попробуем это ставить. И, я думаю, этот. нет, не получилось. Давай, наверное, так переставим. Или нет? Ааа, что тут делать? Так, тут, пускай, собранный остается. Но этот мы уже пробовали, не получилось. А если наоборот поставить? Так, ставим обратно этот и попробуем этот и отминусовать. АДФ. Обычное вещество. Легко отследить. Пламя, гасящее вещество. Подстрою линзы и его химическая сигнатура выведет меня прямиком на Человека-паука 2.0. Он идет пешком. Ни паутины, ни суперсил. Ему жить что ли надоело? Ага, смотрите, все-таки тут какой-то Человек-паук есть, это точно. Мы уже определили, это не какой-то день сурка, или нам показалось, или людям показалось, нет. Кто-то существует и кто-то играет роль Человека-паука, а может реально он Человек-паук. Тоже одарен, наделен такой вот возможностью. А ну, это прямо тут. Пришли мы на нужное место, они дальше, смотрите, дальше продолжается эта дорожка. Ага, вот Человека, ну. А, ну давай все-таки увидим этого Человека или нет. А тут все разбросаны. наркотики не взял. Видимо, он парень хороший, хотя методы у него безумные. Смотрите, бандиты вот эти все разбросаны, ничего он с ними. И что, это оно их разбросало, до свидания? люди его любят. То есть, меня, то есть, вот же бред. Не за что, граждане. Извините, кому-то нужна помощь. Я так не говорю, да никто так не говорит. Отпусти его. А, сейчас, за твою башку, мистер Фиск, нам еще больше бабла отвалит. эй, ребят, слушайте, я не настоящий паук. Да, теперь уж точно. Немного уравняем шансы. Так, останавливаем. Убейте обоих. Я разберусь, уходи. Это же шанс помочь настоящему человеку пауку. Да, теперь получается, что из-за этого малого человека паука, можно так и назвать. Приключения нам новые дали. Смотрите, он даже драться пытается. Я думала, он убежит, куда-то спрячется. Нет? Он даже пытается кого-то там рукопашное уложить. Так, где-то еще есть. Тут точно нету с той стороны. Тут люди стоят, тут тоже никого нету. А где же там паук? Ага, вон там они уже дерутся. Кто кого? А ну. Не, все-таки смотрите, ружьем целится у меня. Да, лучше иди в приют помогай. А это дело будет Человека-паука. Потому что врагу тут очень много. А я думаю, он так просто не справится. Вот этот второй Человек-паук 2.0. Где он только костюмчики взял? Непонятно, пошил себе или что. Ну, такой у него банальный наш по классике костюм. Ну, видно, что руки недоделаны. Сзади застежка. Ну, такое. На лайте, можно сказать. Ого, представь себе. Да, да, хорошо. Да, людей с гранатометами он испугался. Потому что, в принципе, логично. Он не может, у него нету паутины, он не может так высоко прыгать, и как я летать. Он просто бегает, а гранатомет, конечно, его в любой момент может убить. Чего тут не хочет слазить? Ну, понять. Так, немножко контузило. Бомбой задело. Ничего. Сейчас с тобой разберемся. Это ты меня кинул? Получай. Так, еще где-то один точно должен быть. Где он? Это, конечно, тяжело. Они стоят? Ага, вот, вылез, все. Прячутся, а их потом ищи. вот это заваруха. Как ты это делаешь? Сквозь боли, синяки? Слушай, ты парень хороший, но продолжишь в том же духе, тебя убьют. Да, я теперь понял. Не волнуйся, я его больше не надену. Я с этим завязал. Правильно. И потом, чтобы творить добро, костюм не нужен. О, а здорово звучит. Я запомню. И все? Просто так он уйдет? Давай тогда будем на этом заканчивать. Кому понравилась эта серия, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, про колокольчик не забываем. Всем до встречи, всем пока, с вами была Варша, Мурмел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok